Беседа 14, 156 Немало дьявол возмутил вчера наш город, немало и Бог опять утешил нас сегодня. Так что и каждому из нас благовременно сказать пророческие слова. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселили душу мою. Впрочем, Бог показал свое попечение нас не только тем, что утешил, но и тем, что попустил нам быть возмущенными. Никогда я не переставал говорить, и сегодня скажу, что не только прекращение бедствий, но и попущение их бывает по благоволению Божию. Когда Бог увидит, что мы склоняемся к беспечности, удаляемся от единения с Ним и немало не заботимся о духовном, Он несколько оставляет нас, чтобы мы, вразумившись этим, с большим усердием обратились к Нему. И чем удивиться, что Он делает это с нами, беспечными, когда и Павел той же причиной приписывал искушения и своих, и учеников своих, посылая Коринфянам Второе Послание, он так говорит, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых». 1.8.9. Эти изречения значат, «Нас постигли столь великие опасности, что мы отчаялись в жизни и уже не надеялись ни на какую счастливую перемену, но только ожидали смерти». Таков смысл слов. Сами себе имели осуждение к смерти. Однако же после такой безнадежности Бог прекратил бурю, отвел тучу и исторг нас из самых врат смерти. Показывая потом, что и допущение до такой опасности было делом великой попечительности, Павел упоминает о пользе от искушений. Она состояла в том, чтобы постоянно взбирать к Богу, а не высокомудрствовать и не превозноситься. Поэтому, сказав, что сами себе имели приговор к смерти, Он указал и причину. Какая же это причина? Чтобы надеяться нам не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых. Искушение, когда мы спим и падаем духом, обыкновенно пробуждает и восстанавливает и делает нас благочестивее. Поэтому, когда увидишь, возлюбленный, что искушение то прекращается, то опять настает «не падай духом», не приходи в отчаяние, но имея благие надежды, размышляясь с собой так, что Бог предает нас в руки врагов не по ненависти и не по отвращению, но чтобы сделать нас более усердными и более близкими к Нему. Не станем же унывать, не отчаиваясь в перемене на лучшее. Но будем ожидать самого скорого мира. И предоставив Богу прекращение всех, овладевавших нами смятений, сами возьмемся опять за свое дело и предложим обычные поучения. Я хочу опять побеседовать с вами о том же предмете, чтобы вырвать с корнем из души вашу злую привычку клятвам. Для этого необходимо снова прибегнуть к той же просьбе. Недавно просил я вас, чтобы каждый, взяв усеченную и еще каплющую теплой кровью главу Иоаннову, так и пошел отсюда домой и думал, что видит ее пред собою издающий голос и говорящую «Возненавидьте моего убийцу клятву». Чего не сделало обличение, то сделало клятва. Чего не мог тиранский гнев, то совершил необходимость исполнить клятву. Тиран, когда обличаем был всенародно вслух всех, благодушно перенес обличение, а как срезал себя клятвою, тогда отсек блаженную эту главу. Этого же самого и теперь прошу и не перестану просить, чтобы и мы, куда не пойдем, уходили с этой главою и всем показывали ее вопиющую и осуждающую клятвы. И хотя бы мы были крайне беспечны и нерадивы, но видя, как очи этой главы страшно смотрят на нас и грозят клянущимся, сдерживаем мы этим страхом сильнее всякой узды, легко можем обуздывать и отвращать язык от наклонности к клятвам. Клятва имеет в себе не то одно зло, что будет ли соблюдена или нарушена, подвергает наказание связанных ею, чего не бывает ни с одним из прочих грехов, но и другое, не меньшее. Что же это такое? То, что давшие клятву часто при всем желании и старании не могут ни нарушить ее. И во-первых, кто часто клянется добровольно и против воли, бессознательно и с сознанием, по делу и шутя, а нередко увлекаясь гневом и многими другими страстями, тот неизбежно нарушает клятву. И этому никто не будет противоречить. Так ясно и очевидно, что часто клянущийся по необходимости бывает клятва преступникам. Во-вторых, пусть он и не сделает этого по увлечению невольно и без сознания, но по самому существу дела принужден будет непременно нарушить клятву сознанием и произвольно. Так часто бывает, что когда мы обедаем дома и кто-нибудь из слуг провинится, жена поклянется вытечь его, а муж, в свою очередь, поклянется в противном, будет стоять наперекор и не уступать. Здесь, что бы муж и жена не сделали, неизбежно будет клятва преступления. Как бы они ни желали и ни старались, уже не могут исполнить клятву. Но что бы ни произошло, один из них впадет в клятва преступления. Или даже, наверное, оба. А как это, я сейчас скажу. Потому что это-то и удивительно. поклявшийся высечь слугу или служанку и потом удержанный от этого и сам нарушает клятву, потому что не делает того, в чем клялся. И того, кто удержит его и воспрепятствует исполнить клятву, делает он виновным в клятву преступления, потому что одинаково виновны как нарушающие клятву, так и поставляющие других в необходимость нарушить ее. Впрочем, это видеть можно не только в домах, но и на площадях и особенно в боях, когда бьющиеся клянутся друг перед другом. Один, что он побьет, другой, что не даст себя побить. Один, что стащит одежду, другой, что не позволит этого. Один, что взыщет деньги, а другой, что не отдаст. И много других, одну другой противоположных, клятв делают в подобных ссорах. Кто не видал этого и в мастерских, и в школах, бывает мастер поклянется, что не позволит ученику есть и пить, пока тот не окончит данного ему дела. Тоже нередко делает и наставник с юношей, и госпожа с служанкой. И вот как настанет вечер, а дело не кончено, неизвежно бывает или неисправным умереть с голоду, или покляшимся нарушить клятву. Лукавый демон всегда злоумышляющий против нашего счастья, ведь тут и стоит и подслушивает, когда налагает на себя клятвы, давших клятву подвергает беспечность или делает другое затруднение, чтобы, когда дело не сделается, последовали и побои, и оскорбления, и клятва преступления, и тысячи других зол. Как дети, с большим усилием тянущие в разные стороны длинную изгнившую веревку, все падают на узничь, когда веревка перервется. И одни повреждают голову, другие другую часть тела. Так и клянущиеся друг перед другом противным, когда клятва по неизбежным обстоятельствам будет нарушена, впадают обе стороны в бездну клятвопреступления. Одни потому самому, что нарушили клятву, другие потому, что, впрочем, подали повод клятвопреступлению. 159. А чтобы это видно было не только из того, что бывает каждодневно в домах и на площадях, но из самого Писания, расскажу вам одну древнюю историю, близкую к сказанному. Когда на иудеев напали однажды неприятели, Иоаннафан, а это был сын Саулов, одних побил, а других обратил в бегство. Саул, отец, чего желая еще более возбудить войско против остальных и отступить, не прежде, как победить всех, сделал противное тому, чего желал, поклявшись, что никто не вкусит хлеба до вечера, до окончательного поражения врагов его. Что может быть безумнее этого? Надлежало бы утрудившимся и весьма утомленным воинам дать покой, и когда бы они подкрепились, выслать их против неприятеля, а он поступил с ними жесточищем сами враги, наважением клятвы, предав их жесточайшему голоду. Опасно клясться и за себя одного, потому что мы много зависим от обстоятельств, но связать волю других насильно нашими клятвами еще опаснее, особенно, когда кто клянется не за одного, двух или трех, а за бесчисленное множество, что Саул сделал тогда так несмотрительно. Не подумал он ни о том, что из такого бесчисленного множества легко быть может хотя один кто-либо приступит к клятву, ни о том, что воины, и при том сражающиеся, далеки от любомудрия и не умеют обуздывать черева, особенно после большого труда, но все это выпустив из виду, он за целое войско поклялся, как за одного раба, которого можно было удержать. Этим он широко отворил дверь дьяволу, который из этой клятвы в краткое время сплел не два только, не три или четыре, но гораздо более клятва преступлений. Так если мы совсем не станем клясться, то заграждаем ему всякий вход, так и произнеся хоть одну клятву, доставляем ему великую свободу устроить тысячу клятв преступлений. И как сплетающие веревки, если есть у них кому держать за начальный конец, успешнее производят все плетение, а если некому подержать, не могут взять и за начало, так и дьявол, когда сплетая вервия наших грехов, не получит начало от нашего языка, не может и принятия, а лишь только сделаем начало, он, когда мы языком, как рукой держимся за клятву, с великой свободой выказывает свое лукавое искусство, из одной клятвы слагая, сплетая бесчисленное множество клятв преступлений, что и теперь сделал он с Саулом. Смотри, как и какая сеть быстро делается из одной клятвы, войско проходило через Дубраву, где был пчельник. Первое царство, 14-25, и вошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ. Вошел народ в лес, говоря, вот течет мед, но никто не протянул руки своей к рту своему, ибо народ боялся заклятия. Видишь устроено без приготовления, чтобы и удобство приступить к ней, приятность пищи и надежда скрыть дело, вызвали воинов к нарушению клятвы. Между тем и голод, и труд, и время, вся земля сказана была, пришло время обеда. Все влекло тогда к преступлению, и самый вид сотов возбуждал их, расслабляя крепость духа, а приятность и готовность трапезы, равно как и трудность быть уличенными в этом тайном деле, были в состоянии поколебать всякое мужество. Если бы это было мясо, которое надежало бы варить и жарить, оно не так бы соблазнило их душу, потому что для сварения и приготовления его к столу они должны были бы остановиться, замедлить и подвергнуться опасности, быть застегнутыми. Но теперь ничего такого не было, только мед, для употребления коего не требовалось никакого подобного труда. Но довольно было обмакнуть конец пальца, чтобы вкусить этой пищей и скрыться. Однако воины воздержали желание и не сказали про себя, какое же нам дело. Разве из нас поклялся в этом? Он будет наказан за необдуманную клятву. Зачем он клялся? Нет, ничего такого они не подумали, но с великим опасением прошли мимо и устояли, несмотря на то, что столько было для них обольщений. Вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Они разговаривали между собой, чтобы беседы облегчить скорбь свою. 160. Что же, если весь народ устоял, то ничего и не случилось более. Клятва соблюдена? Нет, не соблюдена, а нарушена. Как и каким образом? Сейчас услышите и узнаете все лукавство дьявола. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал на рот и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим и просветлели глаза его. Смотри, кого увлек дьявол в нарушение клятвы? Никого либо из воинов, а самого сына поклявшегося. Он не только хотел устроить клятву преступления, но замышлял и дето убийство, подготовлял это издалека и силился вооружить саму природу против себя. И что сделал некогда с Иефаем, тоже надеялся сделать и теперь. И вот, дав Богу обет за кладь первого вышедшего на встречу ему после победы на войне, впал в дето убийство. Потому что как первая встретила его дочь, он и принес ее в жертву. А Бог не остановил этого. Знаю, что из-за этой жертвы многие из неверных обвиняют нас в жестокости и бесчеловечии. Но я могу сказать, что попущение этой жертвы есть доказательство великой попечительности и человеколюбия Божия. И что заботясь о нашем роде, Бог не остановил этого заклания. Если бы он после того обета и обречения остановил жертву, многие после Иефая в надежде, что Бог не примет, стали бы делать множество таких обетов и таким путем доходили бы до детоубийства. Но теперь попустив детоубийство совершиться на деле, он отвел от него всех людей последующего времени. И что это правда так, после заклания дочери Иефая, дабы это событие всегда было памятно и несчастье не придалось забвению, у иудеев стало законом, чтобы девы, сходясь в известное время, 40 дней оплакивали сделанное убийство. И плачем этим возобновляли память о жертве, вразумляли всех потомков и научали, что оно сделано не по воле Божией. Иначе Бог и не попустил бы девам скорбеть и плакать. И что говорю, это не по догадке, показало последствия. После этой жертвы никто уже не давал подобного обета Богу. Для того он этой жертвы не остановил, а ту, которую сам заповедовал жертву Исаака, остановил, чтобы тем и другим показать, что не услаждается он такими жертвами. Но злой демон усиливался и теперь сделать такое же ужасное дело. Потому Трионафана и увлек к нарушению клятвы. Если бы кто из воинов приступил закон, в этом, казалось, ему не было бы большего зла. Ненасытимый человеческими бедствиями и никогда недовольный нашими несчастьями, он не придавал вашести тому, если бы совершил простое убийство. Напротив, полагал, что не сделает ничего великого, если не осквернит руки царевой детоубийством. И что говорю о детоубийстве? Нечистый этот задумал изобресть еще более ужасное убийство. Если бы Иоаннафан согрешил с сознанием и был умершлен, произошло бы только детоубийство. Но теперь согрешив по неведению, ведь он и не слышал, и потом был умершлен, он причинил бы отцу двойную скорбь, потому что этот заклал бы сына и сына нисколько невиновного. Но обратимся к остальному содержанию нашей истории. После того, как Иоаннафан вкусил, просветлели очи его, сказано, и здесь обличает писание великое неразумие царя, показывая, что голод почти ослепил всех воинов и на глаза их навел великую тьму. Потом, говорит один из воинов, увидя Иоаннафана, сказал, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищу от этого, народ истомился и сказал Иоаннафан, смутил отец с мою землю, смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Что значит смутил, погубил, испортил всех. И вот, когда клятва была нарушена, все молчали, никто не смел указать на виновного, это также было немалое преступление, потому что участвуют в грехе не только нарушающие клятву, но и те, которые, зная это, прикрывают. Но посмотрим, что далее. Стих 36 И сказал Саул, пойдем в погоню за вискили с землянами ночью и оберем их до рассвета и не оставим у них ни одного человека. И сказали, делай все, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал, приступим здесь к Богу. В древности Бог был вождем во время браний, и без его соизволения никогда не осмеливались евреи начинать сражения. Война была у них делом благочестия. Если они, когда и побеждаемы были, то не от слабости телесной, но от грехов были побеждаемы. А когда и побеждали, то не с силой и мужеством, но по благоволению свыше побеждали. И победа, и поражение были для них школой и училищем добродетели. И не только для них, но и для врагов их, потому что и для этих явно было, что война с иудеями решалась не оружием, но жизнью и делами воюющих. Зная это и понимая, как непобедим этот народ и как трудно одолеть его оружием и воинскими хитростями, а можно разве пленить только грехом, мадянитяне нарядили благообразных девиц и, поставив их перед войском еврейским, увлекали воинов к разврату, чтобы через прелюбодеяние отнять у них помощь Божией, что и случилось. Как впали они в грех, что стали для всех удобо победимыми. И кого не могли одолеть ни оружие, ни кони, ни воины, никакие хитрые, хитрости воинские, тех связал грех и предал врагам. Щиты и копья, и стрелы, все это было бессильно, и красота лица, и походливость души победили этих храбрецов. Поэтому некто увещевает так. Сирахов, 9 глава, 8-9 стих. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Блудница любить не умеет, а только коварствует. В ее лапзании яд, в устах губительная отрава. Если же это и не тот час обнаруживается, должно тем более избегать ее, что она прикрыла гибель, носит смерть откровенную и не дает усмотреть ее вначале. Ибо мед источает уста чужой жены и мягче и лее речь ее. Но последствия от нее горький, как полынь, острый, как меч, обоюдоострый. Итак, кто ищет удовольствие и жизни приятные, тот беги, сообщество развратных женщин, потому что они вносят в душу своих поклонников тысячи войн и смятений, возбуждая их всем и словами, и делами, к браням и ссорам. И как самые жестокие враги, так и они все делают и ведут к тому, чтобы повернуть их в бесславие, в нищету и в крайнее бедствие. Как звероловы, раскинув сети, стараются заманить диких животных, чтобы заколоть их, так и эти женщины, раскинув всюду сети любострасти, и глазами, и телодвижениями, и словами завлекают и опутывают своих любовников, и отстают не прежде, как выпив и самую кровь их, а после сами же нападают на них, смеются над них с глупостью и много издеваются над ними. И действительно, такой человек достойен несожаления, смеха и поругания, так как оказывается глупее женщины и женщины непотребны. Поэтому и мудрец тот еще увещевает так, в 35-15, «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодези». И опять, стих 19, «Любезной лани прекрасной серной груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Вот что говорит она жене, живущей в законном браке, «Зачем оставляешь помощницу и бежишь к наветнице? Зачем отвращаешься от сообщницы в жизни и угождаешь той, которая расстраивает твою жизнь? Это твой член и тело, а та меч острый». Посему, возлюбленные, бегайте при любодеянии. И ради настоящих зол, и ради будущего наказания. Быть может, кому покажется, что мы уклонились от предмета, но это не уклонение. Мы не просто хотим читать вам истории, но с тем, чтобы исправить каждую из возмущающих вас страстей. Поэтому и делаем частое вещание, предлагая вам разнообразная беседа. Как в таком многолюдстве конечно и болезни разнообразны, и врачевать предстоит не одну только рану, но и многие, и различные, то и врачевство учения должно быть разнообразно. Возвратимся же к тому, от чего уклонились мы, чтобы сказать это. И сказал Саул, пойдем в вагоне за филистимлянами. Священник же сказал, приступим здесь к Богу. И попросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля. Но он не отвечал ему в тот день. Посмотри на кротость и благость человека любивого Бога, не послал молнии, не потряс землю, но как поступает друзья с друзьями в случае оскорбления, так и Господь поступил с рабом. Он только умолчал, этим молчанием выразил и высказал ему весь гнев. Саул сознал это Саул и сказал, пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. Видишь ли опрометчивость, царь видел, что первая клятва нарушена и не вразумляется этим, а прибавляет еще и другую. Посмотри на коварство дьявола. Он знал, что сын, если будет увлечен и привлечен к суду, самым видом может тотчас тронуть отца и смягчить гнев царя. Поэтому опять поспешил связать душу Саула другой клятвой, чтобы держать его как бы на двойной цепи и не давать ему быть властным в собственной воле, но со всех сторон нудит его к беззаконному убийству. Еще не был открыт виновный, а Саул уже сделал решение. Еще не знал он преступника, а осудил. Отец сделался палачом и прежде расследования произнес обвинительный приговор. Что может быть безрассуднее этого? 164 Итак, когда Саул сказал это, народ еще более убоялся и были все в трепете и сильном страхе, а дьявол радовался приведший всех в смятение. Ибо жив Господь спасший Израиля. И сказал Саул всем израильтянам, станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Янафан станем по другую сторону. И отвечал народ Саулу, делай что хорошо в глазах твоих. Это значит, раздражая против себя Бога тем, что не выдаете виновного, вы ничего другого не сделаете. Как только предадите себя врагам и свободных станете рабами. А вот и другая несообразность от клятвы следовало бы, если он хотел отыскать виновного, ничем таким не грозить и не привязывать наказание к клятве, чтобы воины, будучи свободны от страха, скорее обнаружили виновного. А он от гнева и сильного неистовства с прежним безрассудством опять сделал противное тому, чего хотел. Что много говорить? Он предоставил дело жребию, и Саул и Анафан метают жребий. Тогда сказал Саул, бросьте жребий между мной и между Анафаном сыном моим, и кого объявит Господь тот да умрет. И сказал народ Саулу, да не будет так, но Саул настоял. И бросили жребий между ним и Анафаном сыном его, и пал жребий на Анафана. И сказал Саул Анафану, расскажи мне, что сделал ты? И рассказал ему Анафан, и сказал, я отведал концом палки, которая в руке моей немного меду, и вот я должен умереть. Кого бы ни тронули, кого бы ни привели в жалость эти слова. Подумай, какую же бурю Саул терпел, когда раздиралась его внутренность, и открывалась пропасть с той и с другой стороны. А так он и этим не разумился, но что говорит? И сказал Саул, пусть то и то сделает, мне Бог еще больше сделает, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Вот еще третья клятва, и не просто третья, но с большим сокращением времени. Он не сказал просто, но умрешь сегодня. Спешил очевидно, дьявол понуждать и увлекать его к этому беззаконному убийству, потому не допускает и дать отсрочку приговору, чтобы замедлением как-нибудь не было исправлено зло. Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ными. Вот и народ поклялся в другой раз и поклялся в противном царю. Теперь припомните веревку, которую тянут дети, как обрывается она и тянущих роняет назднич. Поклялся Саул не раз и не два, но многократно. Вопреки ему поклялся народ и заспорил. Неизбежно клятве быть нарушеною, потому что нельзя же всем им выполнить свои клятвы. И не говори изготавлял несчастное дело и возмущение Авесоломова. Если бы царь захотел настоять и выдержать клятву, весь народ восстал бы и произошло ужаснейшее возмущение. Опять, если бы сын для своего спасения захотел предать все войску, он тотчас сделал своего отцаубийцей. Видишь, как от одной клятвы произошли бы и возмущения, и детоубийства, и отцаубийства, и междоусобная война, и брань, и убийства, и кровопролития, и тысячи трупов. И если бы произошло сражение, то, может быть, и Саул, и Анафан были бы убиты, пало бы много и воинов, и таким образом ничья клятва не пришла бы в исполнение. Посему не смотри на то, что этого не случилось, а подумай о том, что самое существо дела принудило к тому, только народ одержал верх. Теперь исчислен, сколько произошло клятвопреступлений. Первая клятва Саула нарушена сыном, вторая и третья об умиршлении сына самим Саулом. Народ, по-видимому, выполнил свою клятву, но если обсудить дело с точностью, то и народ весь подлежит вине клятвопреступления, потому что не выдав отцу сына, принудил отца Иоаннафанова нарушить клятву. Видишь, сколько людей одна клятва повергла клятвопреступления, волею или неволею, сколько причинило бедствий, сколько произвела убийств. 165. Начиная беседу, я обещал доказать, что в случае противоположных клятв, неизбежно клятвопреступления, но раскрытие истории доказало гораздо более, нежели я предполагал. Она представила ни одного, ни двух, ни трех человек, но целый народ. Ни одну, ни две, ни три клятвы нарушенных, но гораздо более. Можно бы рассказать и другую историю, показать из нее, как одна клятва произвела несчастье еще более жестокое и великое. В самом деле, одна клятва причинила и пленение городов, шон, и детей, и опустошение огнем, и нашествие варваров, и осквернение святыни, и бесчинственное множество других более ужасных бедствий всем иудеям. Но вижу, что слово становится пространным, поэтому, прекратив здесь передачу этой истории, прошу вас, вместе с повествованием о главе Иоанновой рассказать друг другу и об умерщвлении Иоаннафана, и о погибели целого народа, хотя не совершившейся на деле, однако долженствовавших быть по силе клятвы. Напоминать об этом во избежание клятвы, и дома, и на площади, и женам, и друзьям, и соседям, и всем вообще людям, и не думать, будто достаточно для нас оправдания, если сошлемся на привычку, что это только отговорка и предлог, и грех происходит не от привычки, а от беспечности, постараюсь вам доказать тем, что уже случилось. Закрыл царь городские бани и не позволил никому мыться, и никто не осмелился приступить закон, не жаловаться на такое распоряжение, не ссылаться на привычку, но хотя находящиеся в болезни мужчины и женщины и дети и старцы и многие едва освободившиеся от болезни рождения, жены, все часто нуждаются в этом враче, однако волей и неволею покоряются по велению и не ссылаются ни на немощь тела, ни на силу привычки, ни на то, что наказываются за чужую вину, ни на другое что-либо подобное, но охотно несут это наказание, потому что ожидали большего бедствия и молятся каждый день, чтобы на этом остановился царский гнев. Видишь, что где страш, там привычка легко бросается, хотя бы она была весьма долговременная и сильная. Не мыслить тяжело, как ни любомудрству и от тела выказывать немощь свою, когда от любомудрия душевного не получает никакой пользы для своего здоровья, а не клясться, дело весьма легкое и не причиняет никакого вреда ни телам, ни душам, но доставив еще много пользы, великую безопасность, обильное богатство. Как же не странно, по повелению царя переносить самую тяжелую вещь, а когда Бог заповедует не тяжкое и трудное дело, но совершенно легкое и удобное, показывать небрежность и призорство и ссылаться на привычку. Не будем, умоляю вас, не будем до такой степени нерадивы о своем спасении, но убоимся Бога, как боимся человека. Знаю, что вы ужаснулись, слыша это, но ужаснее не воздавать Богу даже и такой чести, как людям, исполняя строго царские законы, попирать божественные, не сшедшие с небес, и заботу о них почитать излишнюю. Какое же наконец будет нам извинение, какое прощение, когда и после такого увещания остаемся в том же грехе. Это увещание начал я самым началом несчастья, постигшего наш город, и вот оно готово кончиться, а мы не исполнили еще и одной заповеди. Как же мы будем просить избавления от постигших нас зол, не могшие исполнить и одной заповеди? Как станем ожидать счастливой перемены, как будем молиться? Какими устами призывать Бога? Если исполним закон, получим великое удовольствие, когда царь умилостивится над городом, но если останемся в беззаконе, отовсюду будет нам стыд и позор, что хотя Бог прекратил опасность, мы остались при той же беспечности. О, если бы возможно было мне обнажить души много клянущихся, и выставить им при глаза раны и язвы, которые они каждодневно получают от клятв, тогда нам не нужно было бы предлагать увещание, или совет, потому что вид этих ран сильнее всякого слова, мог бы крепко привязанных к этой злой привычке отвести от греха, но если невозможно глазам, то разуму возможно представить позор их души и показать, как она загнила и повреждена, как сказано, ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не очистится от греха, городами во Вселенной и изгнала клятвы из своих пределов. Кроме того, если это случится, она не только сама увенчается, но и в других городах возбудет ревность к тому же. И как имя христиан, начавшись от сели, как из некого источника распространилось по всей Вселенной, так и это доброе дело, получив здесь корень и начало, сделает вашими учениками всех людей, населяющих землю, так что будет вам двойная и тройная награда и за собственные добрые дела и за научение других. Это будет для вас блистательнее всякой диадемы, это сделает ваш город матерью градов, не на земле только, но и на небе. Это защитит нас и в тот день и доставит нам в венец правды, который дополучим все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.